Руслан Коркмазов Руслан Коркмазов Сначала мы спрашиваем само население. Глава администрации очень деятельный. Без спроса населения эти площадки мы нигде не ставим. Это новый микрорайон, где раздали участки. И действительно очень много детей там. Понятно, сейчас школа, все это не видно было. А на самом деле им негде играть там. Один из наиболее значимых партийных проектов для жителей нашей республики – развитие садоводства. На территории Карачаева-Черкесии на сегодняшний день их уже более 300. При Кубанском районе – 30. Для семьи Тибуевых этот вид деятельности новый. Но они вовлечены в работу. Ежедневно ухаживают за каждым деревцем. Осмотрев мини-сад, кураторы остались довольны увиденным. Ухоженный сад. Приятно мне, когда я увидел, что уход есть. Кроме того, что деньги выделяются, их нужно правильно освоить. Кроме того, правильно обслуживать, содержать это все. Вот когда человек душой на земле, когда душой в этой теме, тогда можно ожидать результаты. Это уже для одной семьи хороший подспорье. Это хороший доход. Также Дагир Смакуев отметил, что желающих заниматься садоводством в нашей республике становится все больше. А значит, надо и планы строить на будущее в поддержку таких подворий. В планах у нас построить плодохранилище, чтобы эти яблоки мы могли хранить. И когда дефицит, скажем, и на рынке, и в торговой сети, чтобы мы могли реализовать, будем этим заниматься. Поделился глава района и приятной новостью членами комиссии. Вода теперь бесперебойно будет подаваться в 140 дворов, расположенных по улице Центральной. С помощью правительства выделили на закуп именно трубы, 150 трубы с Чапаевска и в Дружба. Оба поселения по 5 миллионов на полтора километра. Сейчас мы можем видеть уже само подключение. Население делает, как мы называем, техприз. Водоканал бесплатно провел трубу. Правительство помогло в закупе материалов. Ну и мы, и население, и администрация уже само подключение за нами. В следующем году работы по прокладке водопровода продолжатся, чтобы надолго закрыть проблему с водоснабжением по улице Центральная. Александра Коваленко, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Лучшие штукатуры страны съехались в Хабецкий район. Впервые в республике на Хабецком гипсовом заводе в рамках проекта развития механизированных технологий проходит всероссийский конкурс «Штукатур. Профессия достойных людей». Задача мастера за короткое время – выровнять большое количество стен, не забывая о качестве выполнения работы. Какие условия созданы для штукатуров, сколько дней будет проходить конкурс и какие задания нужно выполнить, расскажет Альбина Ламкова. Всероссийский конкурс «Штукатур. Профессия достойных людей» проводится на Хабецком гипсовом заводе. Он организован в рамках проекта развития механизированных технологий Министерством промышленности и торговли Карачаева-Черкесии. Его девиз – поделиться мастерством, богатством своих знаний, большим опытом, показать аккуратность и приобрести новые умения в этом направлении строительства. Организаторы конкурса отмечают, что его проведение станет традиционным. Приезжают сейчас бригады из Питера, Санкт-Петербурга, Краснодара, Махачкалы, Чечни, Ростова-на-Дону, Ульяновска, практически со всей России. Так как отсутствует система какая-либо профессионально-технического образования и отсутствует возможность общения для этих людей, а потребность такая, как в каждом социуме, достаточно высокая. С этой целью мы создали этот конкурс. Это достаточно такая очень серьезная возможность, очень необходимая возможность ребятам обменяться опытом. Мы первые подготовили такие вещи. Во-вторых, мы подготовили материал, который у меня работал. Мы подготовили штукатурные станции, 6 штукатурных станций, которые здесь работают. Мы их разместили, собрали здесь в гостинице. То есть полностью завтрак, обед, ужин. В конкурсе участвуют 24 бригады штукатуров. Каждая из них от 2 до 4 человек. Состязания будут проходить 4 дня. В сутки соревнуются 6 бригад. Скорость, хорошее качество материала и, конечно же, опыт. Здесь важен каждый из пунктов, чтобы одержать победу в конкурсе штукатур профессия достойных людей. Площадь объекта, условия работы, комплект инструментов и количество материалов для всех участников абсолютно одинаков. Требования конкурса учтены заранее. Они помогут организаторам дать объективную оценку штукатурам в качестве выполненных работ. Надо сказать, что все конкурсанты – профессионалы. Поэтому и состязание будет сложным, но и в то же время интересным. У каждого из участников многолетний опыт. Басан Улцаев работает штукатуром более 15 лет. Он считает себя профессионалом, но волнуется. На конкурсе Басан впервые опробовал механизированную штукатурку для выравнивания стен большой площади. Она позволяет выполнять работы в кратчайшие сроки при значительной экономии материалов. Наносится так же качественно, как если бы открытие наносилось вручную, говорит мастер отделочных работ. Многим штукатурам, считая со вчерашнего дня, по сегодняшний день, многие штукатуры посчитали лучше этой штукатурной станции ее нанесение. На сегодняшний день не было. Подведение итогов показа техники исполнения выравнивания стен, производительность, качество и объем проделанных работ планируют провести в праздничной обстановке. Впереди торжественное награждение конкурсантов и победителей. Затем гостям представят концертную программу. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабийский район. И весь из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 6 221 человек. Из них 4683 выздоровели. Госпитализировано 307 пациентов. Но каким будет прогноз погоды на завтра, расскажут наши синоптики. Температура ночью 7 12, днем 14 19, а в горах ночью до плюс 6, днем до плюс 10. В северных, центральных и южных районах высокая пожароопасность. В черкеске ночью кратковременные дочи гроза, днем бессущественных осадков. Ветер северо-западный 6 11, днем порывы будут до 18. Температура ночью 10 12, днем 16 18 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Во всех регионах страны проходит финал 8-го национального чемпионата WorldSkills России, организованного Союзом молодых профессионалов. За звание лучших в более чем 100 компетенциях борются около 300 тысяч студентов со всей страны. Впервые из-за пандемии состязание профессионального мастерства проходит в дистанционном формате. Свои навыки по компетенции кондитерское дело продемонстрировала и финалистка от Карачаева-Черкесии, студентка 4-го курса Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Диана Байчорова. О соревнованиях участников в репортаже Ахмата Халкечева. Уже восьмой по счету финал национального чемпионата WorldSkills России проходит в нестандартных условиях. Изначально планировалось, что всех финалистов примет Кузбасс. Но из-за мер, принятых по недопущению распространения коронавируса, каждый конкурсант выступает в своем регионе в онлайн-режиме. Этот финал стал самым массовым за всю историю соревнований. 2900 участников, которые уже доказали в своих регионах, что они лучшие. От Карачаева-Черкесии участвуют двое. На площадке кондитерское дело, организованной на базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса, свое мастерство демонстрирует студентка 4-го курса Диана Байчорова. В неделю два раза приходила в колледж, нам не давали задания, оставляли одно, я делала. И я готовила конфеты, готовилась конфетам. То есть на время тоже делали? Не совсем, но да. За выступлениями наблюдают судьи из Москвы, Кузбасса и Казани. На площадке установлены высокочувствительные камеры, которые отслеживают каждое движение конкурсанта. Проведена действительно большая работа по подготовке площадки. Площадка подготовлена в соответствии с требованиями инфраструктурного листа Союза Борискинс. Наблюдать за конкурсантами можно в фойе по монитору. Сюда выводится изображение со всех четырех камер, которые ведут трансляцию в Москву, Кузбасс и Казань. Большую поддержку в подготовке площадки оказало Министерство образования и науки Карачаевой Черкесии. Поболеть за нашу участницу на площадку лично прибыла и сама Инна Крамщикна. Очень надеемся, что наш участник от нашего региона справится с поставленной задачей, потому что приложено неимоверное количество усилий и со стороны руководства республики, и со стороны руководства колледжа, мастеров, педагогов данного колледжа. Шла большая подготовительная работа, поэтому мы надеемся на высокие результаты. На испытания отведено четыре часа, в течение которых конкурсантке необходимо приготовить два вида конфет. Это трюфели с погружением в шоколад и конфеты нарезные трех видов. Диана должна использовать молочный, темный и белый шоколад. Так как консистенция у шоколада разная, и ингредиенты она применяет разные. Где-то использует турмалин, ореховую начинку или добавляет пюре и масло сливочное, чтобы текстуру конфет создать нужного качества. Некоторые задания конкурса уверенно можно сравнить с ювелирным делом. По цирковой тематике, задании финала, конкурсантке помимо конфет и тайного задания в строго отведенное время необходимо еще успеть приготовить две модели клоунов. Они должны быть абсолютно идентичны как внешне, так и по весу. Конкурсное задание выполнено вовремя и в полном объеме, в том числе и тайное задание, которое поступило за 15 минут до старта соревнований. Мы изучали опыт зарубежных наших шоколадей и вот пришли к этому результату. И конфеты она хорошо протемперировала, и текстура у них не тянущаяся, а мягкая, ну такая вот немного рассыпчатая. И вкус приемлемый, вкусу шоколада с добавлением молочных ингредиентов. Там и молочные ингредиенты есть немного, и другого пюре, есть и тремолин, и различные виды компонентов, которые создают эту текстуру. Результаты соревнований огласят после полного подведения итогов. Ахмат Халкищев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Таким было пятница в Карачаево-Черкесии, но и суббота будет интересная. Много полезных вестей на телеканале «Россия-1». Завтра 8 утра, и вот о чем мы расскажем. Сегодня у нас немецкие советы по лечению коронавируса. Где-то первые 3-4 дня у него был кашель. Шубы к нам приходят, шубы к нам приходят. Мы разыграем меховую жилетку. Пенсионный фонд Карачаева-Черкесии умоляет 124 семьи забрать у государства деньги на детей. Они до сих пор этого не сделали. Ведь 1 октября детские пособия превратятся в тыкву, как у Золушки. Среди наших малышей немало и тех, кому родители на детские пособия купили золотые соски. А буржуазные Карачаево-Черкесии в репортаже Руслана Коркмазова. Если младенцу подарить вот такую вот бутылочку с золотым горлышком, то, пожалуй, к 18-летию у младенца может появиться однокомнатная квартира. Кстати, очень выгодный курс валюты в Московском индустриальном банке. Доллар на выходные 76.30, евро 90.40. Еще больше вестей на нашем сайте. ГТРК КЧР.ру Приятного вечера с телеканала «В России-1». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин